Трудно представить себе наш городской пейзаж без зеленых насаждений. Изящные кроны декоративных деревьев и кустарников не только украшают улицы, но и являются незаменимым природным фильтром воздуха. Но, к сожалению, бывают случаи, когда растения-великаны становятся причиной неожиданной трагедии. Тему продолжат Тина Капачевская и Георгий Калинин. Еще свежи в памяти славянцев события января прошлой зимы, когда город оказался под слоем льда. Под тяжестью обледенения деревья валились прямо на линии электропередач, оставив без света более 30 тысяч жителей Славянского района. Чтобы избежать повторения событий января прошлой зимы, руководствуясь распоряжением губернатора края о мерах по повышению надежности энергоснабжения населения Краснодарского края, городские власти обратили особое внимание к вопросу содержания зеленых насаждений на территории Славянска-на-Кубани. Совместно с филиалом НЭСК-электросети, Славянская электросеть, специалистами общественно-социального центра, рабочими северного и южного округов проводятся работы по обрезке веток и спиливанию аварийных деревьев, угрожающих падением, по утвержденному графику с временными отключениями подачи электроэнергии. По словам специалистов по озеленению городской администрации, если дерево старое, сухое или неровно стоящее, то есть большая вероятность того, что оно может упасть. В результате оборванные провода, деформированный газопровод, помятые автомобили, проломленные крыши домов – опасность для жизни людей. Деревьям более 30 лет. Ни разу они не обрезались под омолаживанием. То есть деревья уже старые. Обледенение в 2014 году показало, что ветки падают. Улица Красная у нас такая проходная, очень много людей на ней гуляет. И во избежание несчастных случаев принято решение по удалению поломанных веток. Немножко мы их кронируем, подрезаем верхушки, то есть кронируем. И удаляем деревья, которые имеют крен более 40 градусов, наклонены в сторону домов или в сторону тротуара. Мы их убираем. Или имеют дупло, то есть уже подгнившие деревья, и при сильном ветре они могут упасть. Поэтому мы их убираем. Омолаживающий эффект деревьев платан очень хорошо переносит. То есть санитарную обрезку он хорошо переносит. И в течение двух лет он восстанавливает свою крону. Участились случаи обращения самих жителей в администрацию Слаянска-на-Кубани. Горожане недовольны, что разросшиеся деревья закрывают окна их домов, провоцируя мрак и сырость. Угрожают разбитыми в непогоду стёклами, мешают движению по пешеходным тротуарам. Безусловно, местная власть всегда идёт навстречу заявителям. Немедленно реагируя на каждый сигнал. Ведь за каждым обращением – ухудшение чьих-то жилищных условий, опасность несчастного случая и вероятность в раз лишиться электричества половине города. Администрация Слаянска-на-Кубани призывает жителей с пониманием отнестись к выполняемым работам. Давайте ценить безопасность нашей жизни. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».